круизный лайнер это в своем роде плавающий город на котором есть абсолютно все необходимое для полноценного отдыха плавая на корабле вряд ли кто-то задумывается о внутренней организации и о том как работают системы очищения воды и канализационная система путешественники круизных судов смывают воду в туалете и унитаз чистый но куда исчезают большие и маленькие отходы на корабле и что на самом деле происходит со сточными водами откуда вообще на борту корабля берется чистая вода на эти и другие вопросы я попробую вам ответить в этом видео возьмем один из самых больших круизных лайнеров мира на борт судна поднимаются около 6000 отдыхающих и еще 1500 членов экипажа которые следят за благополучием путешественников и техникой каждый из этих людей ежедневно производит около двух с половиной килограмма пищевых отходов одного целого восьми килограмма упаковочных отходов и около одного килограмма консервных и стеклянных отходов кроме того все эти люди не только производят отходы им еще в какой-то момент приходится сходить в туалет и принять душ таким образом при таком количестве отдыхающих и членов экипажа ежедневно скапливается огромное количество мусора сточных вод и отходов что происходит с этим в кавычках бульоном на круизных лайнерах куда девается все это мусор сточные воды отходы и так далее смесь сточных вод состоящая из фекалий и химикатов например остатков шампуня и солнцезащитного крема нельзя просто сбрасывать в море и это хорошо ведь иначе они оказали бы большую нагрузку на экосистему на балтийском море например с 2021 года лайнеры обязаны заранее очищать сточные воды на борту по определенным критериям или сдавать их в порту это возможно в частности в киле там специальная система откачивает сточные воды с кораблей обрабатывает их и затем направляет в канализационную систему в сточные воды жителей портового города в некоторых регионах мира сброс сточных вод в открытое море до недавнего времени был разрешен для этого судну было необходимо находиться на определенном расстоянии от берега в результате чего многие страны превратились в унитаз для индустрии круизных лайнеров качество воды в этих странах стало сильно ухудшаться и они запретили слив воды в открытое море с недавнего времени сброс грязной воды в открытое море полностью запрещен любому кто не соблюдает требования грозят крупные штрафы а что происходит с твердыми отходами по возможности образцовые путешественники разделяют их также как делают это у себя дома на современных лайнерах машины измельчают и прессуют эти отходы на борту а дальнейшую работу берут на себя компании по утилизации уже на суше с юридической точки зрения в некоторых регионах органические отходы например остатки еды можно легально сбрасывать в море примерно в шести километрах от берега там морские существа хватают пищу оставленную людьми отдыхающие на лайнере смывают воду в туалете моют руки ходят в душ и наслаждаются плавая в джакузи или бассейне в многочисленных ресторанах готовят еду посудомойки моют посуду и для всего этого нужна вода а откуда вообще берется чистая вода на лайнерах прежде чем ответить на этот вопрос давайте посмотрим сколько воды потребляет в день один человек путешествуя на лайнере судостроительная компания мир верфт установила что на одного человека в день уходит примерно от 200 до 250 литров воды выходит что на нашем корабле это будет примерно 1 миллион 500 тысяч литров воды в день они должны откуда-то прийти конечно просто взять воду из моря не получится морскую воду нельзя использовать для бассейна питья или приготовления пищи насчет туалета не знаю не пробовал эту воду на вкус хотя такой вопрос капитану корабля задавали на что он ответил если вам интересно попробуйте на самом деле вода на борту морская это возможно за счет обработки воды прямо на корабле в первую очередь вода закачивается на лайнер и опресняется с помощью специальных систем на морских судах используется в основном термическое опреснение воды путем дистилляции дистилляционные установки включают в себя испарители нагревательные элементы конденсаторы и сборники дистиллята а также трубопроводы напорные резервуары и насосы после опреснения вода далеко еще не питьевая на следующем этапе в воду помимо прочего добавляется кальций на последнем этапе происходит хлорирование воды для бассейнов это самый эффективный способ быстрой дезинфекции резервуаров хлор уничтожает бактерии и грибки благодаря чему вода сохраняет приятный цвет и нейтральный запах полученная пресная вода хранится в резервуарах которые обычно находятся в корпусах лайнеров с помощью мощных насосов вода наконец доходит до конечного потребителя будь это кухня общие туалеты или каюты отдыхающих качество воды контролируется ежедневно здесь особое внимание уделено защите воды от загрязнения почему бы не брать воду просто в каждом порту да конечно можно но такое случается не часто здесь важно отметить что качество воды во многих странах просто не соответствует желаемому и требуемому качеству ведь вам тоже бы хотелось чтобы в бассейнах и так далее вода была чистая системы очистки морской воды обеспечивают лучшее и более стабильное качество чем если бы они были заполнены местной водой из порта тем более что груз в 2-3 миллиона литров унес бы эту воду из местных городов что было бы фатально особенно для стран с дефицитом воды и так теперь мы знаем откуда на лайнерах берется и куда девается вода и что происходит с мусором на борту осталось только добавить что при смыве туалетной воды включается вакуумная система благодаря которой при каждом сливе тратится всего полтора литра воды в классическом случае количество траченной воды составляет 6 литров в следующем видео у вас будет возможность заглянуть на корабль и увидеть всю прелесть плавающего города благодарю за просмотр и желаю вам всех благ не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал чтобы не пропустить следующего выпуска